Шаг назад, чтоб потом сделать три вперёд. По сводкам от ополчения Новороссии, бои развиваются вдоль всего южного направления. В Мариуполе паника и массовое бегство украинских военных. Ведь ополченцы уже в опасной для них близости. Ставленки Киева в руководстве города пытаются успокоить население, просят не сеять панику. Но у страха, как известно, глаза велики. И вот результат. Трасса в сторону Запорожья наполнилась автомобилями тех, кто ещё недавно так преданно и до последнего вздоха поддерживал Нацгвардию. Удерживают солдаты Народных Республик и окрестностей Лавайска. Несмотря на то, что в эфире украинских телеканалов вовсю заявляют о полной зачистке этого населённого пункта. «Угры по телевидению заявили, что окрестностей Лавайска они уже смели с земли. Вот, да. Я почему и снимаю, почему и показываю. Вот бабушка, вот дома. Вот то, что они якобы смели с земли. А это улица Октябрьская. Какая улица? Улица Октябрьская. Вот, понял. О, укропы. Вы петухи не щипаны. Не ругайся. Так, что бросали автоматы и рожки. Зачем вы обмануете мирный народ, что вы всё зачистили?» Также ведутся боевые действия у Ясиноватой. Все эти населённые пункты защищает ударная группа «Моторолы». Боевики Нацгвардии бегут с ранее занятых позиций по-английски не прощаясь, оставляя ополченцам автоматы, гранаты и другую боевую технику. «Успел взять укровский автомат. Он сегодня хорошо поработал, зашвырял укров гранатами, получил трофей. И несколько гранат. Гранат уже раздал». «Только шустрый». Отвоевали ополченцы и стратегически важный объект – Саурмогилу. С этой высочайшей точки Донецкой области Нацгвардия ещё недавно контролировала передвижение всех войск Новороссии. Поэтому не случайно большинство экспертов сходится во мнении, что этот шаг вполне может стать переломным в войне. Теперь контроль местности полностью в руках у армии народных республик. Да и само устройство армии ополченцев теперь организовано в лучших традициях военного дела. Донецкая Народная Республика наконец сформировала единые вооружённые силы. Наталья Кораблёва, Время новостей.